Добрый день! Как и обещал, немного протестировал новый источник света, трехцветный, для контроля торца венчика. Делюсь результатами. Результаты есть, интересные. Правда, размер источника света я заказал все-таки не совсем правильно, нужно было побольше заказывать размером, но на этом тоже результаты получились довольно интересные. Значит, что мы видим? Здесь сверху слева это живое изображение с камерой, так его видит камера при освещении этим источником света. Для сравнения с CLC, то есть современная камера дает более такое изображение четкое, интересное. И дальше внизу разложено изображение уже по трем цветам, красный, зеленый и синий. Значит, что мы видим? По красному изображению, ну здесь вот видны кольца, причем в основном внутренние, наружное кольцо практически не видно. По зеленому изображению хорошо видна поверхность торца венчика, здесь хорошо, скорее всего, будет ловить недопрессовку, но, к сожалению, образца у меня ни одного нет. И синий изображение похоже на классический CSBC, кто с ним сталкивался, помнит эту опцию, два кольца снаружи и внутри. Здесь вот это изображение, это уже смесь, и сюда я вывел показатель по перепрессовке. Ну, я сделал простой алгоритм по ее поиску, такой тестовый, чтобы показать, что машина меряет. Конкретно здесь, вот на этом образце, здесь перепрессовка. Даже не перепрессовка, а небольшой заусенец внутри горлышка. Он не виден глазами абсолютно, но чувствуется ногтем. То есть идет заусенец почти по всему диаметру венчика. Его довольно хорошо видно вот как раз на синем изображении, которое светит по краям. То есть вот это вот яркое белое кольцо, это как раз вот этот заусенец. И вот здесь вот в одном месте он прям немножко такой деформированный. Три образца у меня таких с заусенцами разного размера. Это вот первое изображение, второе изображение, вот опять-таки этот заусенец довольно хорошо видно. И третье изображение, тоже заусенец. Четвертое изображение, это была хорошая бутылка, но я на ней сделал небольшие сколы внутри и снаружи. И вот наружные сколы, кстати, хорошо, интересно, видно по красному цвету. Кольцо не видно, зато сколы видно прям замечательно. На зеленом изображении тоже сколы видно неплохо, и те, и другие. По синему изображению чуть сложнее будет ловить наружный скол, потому что здесь кольцо само светится. Но внутренний довольно хорошо. И дальше три годные бутылки. Здесь мы видим, тоже кольцо есть, но оно не такое яркое, не такое толстое. Как бы бутылка, она действительно идет такая, шла с небольшими проблемами, то есть вот эти вот цветы там есть. Вторая годная и еще третья годная. И вот можно обратить внимание, вот здесь сверху справа результат алгоритма, то есть вот здесь выделяется перепрессовка, найденная вот эта заусенец. И результат измеренный. Вот здесь четыре с половиной тысячи, три тысячи, три с половиной тысячи. Ну, это просто количество найденных пикселов, то есть это ни о чем не говорит. Это не какой-то размер миллиметра. И для примера годные. 78, 770, 540. Это вот опять брак пошел. В общем, результаты есть, результаты довольно интересные. Как будет возможность, я закажу еще источник света побольше. Я думаю, что там будут результаты еще лучше. Но в целом, рабочая система и вполне можно сделать установку, такой аналог Сиалкама. Так что, если есть вопросы, обращайтесь. Образцы, если какие-то есть, с удовольствием приму для тестирования. И вам отчитаюсь, что получилось. Всего доброго, кто смотрит сегодня. Хороших праздников, выходных. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok